Оно внутри зелёное! Зелёное мороженое! Вот, а чё ты не спрашиваешь, где мы были, чё мы так долго? Дорогие мои любимые, сейчас мы будем тестировать мороженое вот это вот. Ты потрясающий человек, люди там другие продукты какие-то, помады тестируют, а ты мороженое тестируешь. Манго, красные ягоды. Короче, это в белом шоколаде. Мама уже тестировала его. А я ещё раз протаскивала, а я его не пробовала. А ты ручки вытерла? Нет. Спасибо. Сейчас будет во время есты неудобно, но ладно. Мы пошли в магазин, увидели, что рядом магазин косметики, зашли в косметику, потом я вспомнила, что в банке. Там есть от Вивенцева очень классный блеск. Очек там с бабочками, он внутри. Но вопрос в том, что мне не нравится запах. Ну вот, я понимаю, что с таким запахом на губах я не смогу ходить. Он прям такой синтетический вообще аж. Что ж, мороженое выглядит, ух ты, вот так. Вот. В белом шоколаде, да? Да. А сверху там ещё орешки. Миндаль. Миндальные. Миндальные. Ммм. Ммм. Вкусненько. Очень. Класс. Вообще супер. Мы, короче, много вкусняшек набрали. Они взяли по два мороженая. Одно я взял. Ты одно мороженое взял? А, я тоже одно мороженое взяла. Я такая, что любила. И Алиса решила взять два мороженого. И мы едем домой. Вообще мы хотим погулять, но мы едем домой, потому что... Мы купили пельмени. У меня лежат пельмени. Их нужно положить в морозилку. А я такая сижу. Вот он ест булочку с мясом. Нет. Не с мясом? Нет? Яйцо с рисом. А, яйцо с рисом. Я тоже хочу булочку, но я хочу мороженое. А вдруг мороженое растает? Короче, надо быстрее решать. Ну, как тебе мороженое? Вкусное. Если бы не было яда, то вообще идеальное было бы. Класс. Вот сделали мороженое. Мне хочется с него убрать белый шоколад, а Алисе хочется убрать ягоды. Ну, я шоколад обдирала и ела просто чисто манго. Такое манго. Вообще класс просто. Очень вкусное. Ладно, я буду булочку. Алиса гений открыла мне бутылку с ситро. Ты хочешь ситро? Угу. Бутылка такая красивая. Вкусненькая, обычная. Алиса ест лепешку сырную. А я пирожок с картошкой. Держи. Алиса взяла себе еще одно мороженое. Вот это. Ой, оно такое синее. Это не я себе взял, это папа себе взял. А, оно банановое. Это какая-то новинка от Геркулеца. Оно должно быть синее. Ну, сейчас он придет, посмотрим, реально оно синий или нет. Банановое написано. А у меня здоровый рожок с карамелью. Ой, покажи рожок. А что внутри, покажи. Это все, карамель. Ой, а это все в тебя влезет? Да. Ого, какой рожок. Ничего себе. Там же написано здоровый рожок. Так и написано здоровый. Он реально здоровый. Вкусный, наверное. Да. И сверху еще шоколадные котли. Все, давай я ехаю. А я очень люблю вот такой вот магнат с шоколадной брюсси. А Лизка только что съела один магнат, который с манго. А я по традиции вот этот беру. О, господи. Оно не синее, оно какое-то зеленое. Оно бирюзовое. А ну, надкуси. Язык, наверное, будет зеленый. Оно внутри зеленое. Зеленое мороженое. Ну как? На вкус? Химия-химия. Зеленое, да? Ну что, оно до конца зеленое будет? Да, потому что внутри ее начинка. Ой, и начинка зеленая. По-моему, он такое черное ел, да? Ну, типа того. Этот. Бабульгум. На вкус. Алис, не хочешь попробовать? Я тоже химикаты не особо полюбляю. А у меня традиционное мороженое, шоколадное, вкусное. Но у нас папа любитель сладкого и странного. Иса с трудом дожевывает свой гипер-мега-рожок уже второй. Второе мороженое. Кому-то не хватило одного бирюзового мороженого. И взял он второе шоколадное в стаканчике. Пусть поставит. Мы приехали на любимое море. И посмотрите, какая красота. Как-то мы не попадали, чтобы вот эти кусты цвели. Они белые. Пляж и цветущие белые кустики. А вот там желтенькие. Выглядит невероятно. Алиска, хватай свой телефон, пошли фоткаться. Красота-то какая. Боже, какая прелесть. И море синее-синее. Класс. Как я люблю это место. А вот тут вот все синее. Я просто люблю Апук. Я просто люблю заповедник. Я просто люблю это море. Я просто обожаю его. Я обожаю море в мае. Просто обожаю. Оно такое прозрачное. Оно такое чистое. Вокруг все такое цветущее. Элиса такая фотографирует меня. Сейчас. Ой, смотри, даже солнышко вышло. Вообще супер. Мы приехали к озеру. Посмотрите, какая прелесть. Ой, мои хорошенькие. Смотрите, как они делают клювиками. Какие у них чудесные клювики. Этих птичек мы когда-то снимали, когда сидели на берегу моря. Алиса расчесаться решила. Боже мой, как они там сидят, булькаются. Мы тут подъехали еще к одному озеру. Ну, так, водичка от моря набирается. Посмотрите, какую мы прелесть нашли. Красноклювую, красноногую. Ходит, плещется, моется, купается. И там их несколько. Это вот одна. А там вот еще я видела птичек таких же. Где же они тут? Вот они. Плещутся. Несколько штук. Такое впечатление, как будто они помыться пришли. Ой, а ну-ка, останови. А, нет, а это кулик. Это кулик ходит, ищет. Он вечно работающий. Он все время ковыряется. Все время вот так вот. И пикает. Это тоже, это кулики так пикают. Видите, какие у них длинные лапы? О, а вот еще две птицы. Какие шикарные. Ребята. Ой. Ну-ну-ну-ну. Какие у них красивые полоски. Кулики длинноногие. Это, наверное, утки такие какие-то красивые. Сейчас я отсниму, лисе дам показать. Смотрите, кулик по сравнению с уткой, какой он маленький. А мы тут сову нашли. И, похоже, она днем не поймет, что ей делать. А, она сидит, головой крутит, там вправо, там влево. Слушай, а если я подойду? Она что-то поймала и съела. Вот что она сидела. Отсусть на какой-то. Серьезно? Да. Алиса сидела в машине и сказала, мне нужно учить уроки. И мы ее отвезли домой. Прям такая Алиса стала ответственная. Я сама в шоке. Мы Алису высадили. Поехали, наломали сирене. Очень хотелось цветов. А потом взяли такие и решили. А поехали мы через Крымский мост по путешествию. Алиса даже не знает, что мы уехали. Она там сидит, учат уроки на завтра. А мы вот едем по вечернему мосту. Хотим делать ей сюрприз. Мы ей вкусняшек привезем на ужин. Пили Алисе вкусняшку. И смотрите, как здорово отражается подсвет косарок. Арки к Дню Победы сделали трехцветными и включили. Не забываю все время их вам показать. Сейчас мы как раз на это место будем езжать. И вы, наверное, увидите. Там сверху часть красным светится, серединка синим. Кстати, она самая яркая получается. И внизу белая. И внизу красная тоже. Красная тоже? Я эту пару сделаю. Красным светится. С левой стороны белым светится. С правой синя. И посередине нижняя часть красная. Оно просто, получается, отражается. Не совсем понятно даже. И самое интересное, что настолько яркий синий цвет, что он отражается даже на мосту, который для поездов. Очень ярко. Сейчас будем под этим всем проезжать. Ой, какое оно все яркое. Так сильно слепит. Говорят, что даже из космоса теперь эти арки видно. Получается, синяя в эту сторону светится. Смотри, а там красный вниз, белый верх и голубая серединка. Железнодорожный мосток. Ну да. Здесь тоже красный, белый верх и голубая серединка. Получается, прошептора сделаны так, чтобы подсвечивать еще и... Среднюю часть. Да. С той стороны на нас тоже он светит сзади. И дорога голубо-розовая получается. Смотри, как ярко. Класс. Красиво. А что ты не спрашиваешь, где мы были? Чего мы так долго? Я не знаю, что обычно. А мы тебе ужин привезли. У-у-у-у, классно. Какой снятие. Так. Давайте распаковочку. Тебе оно еще теплое. Теплое. И салфетки. О, салфетки вообще поделают. Супер. Я делаю общество. Много сделано. Да. Чего еще долго делать? Не, вообще не долго. Итак, у нас тут есть картошка фри и стрипсы. А сколько их тут штук? Это на всех? Там, я не знаю, всем, по-моему. А почему они в таких боксах? А мы не знаем. А чего вы туда решили поехать? Ну, как ты говоришь, мои родители за любой кипиш. Папа говорит, мы наломали сирене. Он говорит, а хочешь еще покататься? Я говорю, конечно, я хочу, да. Он говорит, а поехали в Таммань. Я говорю, а что мы там делать будем? Он говорит, заправимся. Прикинь, приехали на стоянку. Ой, на заправку. Там людей куча. Такое впечатление, как лето. Короче, все возвращаются домой. Кто в Крым, кто из Крыма. И там все заправляются. Пристояли там в очереди. Ну, я имею в виду в этот, фастфуд этот. Мы брали на автодрайв. И там не было людей. А вообще вот это все здание, там людей куча, все забито. Просто ужас. А я учу общество. Я прочитала уже несколько параграфов и сделала несколько мил. Я в течение четверти сделала всего два мил. Из скольки? Из семи, наверное. Я еще три написала. Вот. Мне немного осталось. Это вопросы простые, бытовые. О, у меня восочек заждался. Где у вас, Васенька? Васенька, ты меня ждал, да? А, Алиса что-то кушает. Да, да, да. Вот Алиса кушает, да. Вот тут вот она кушает. Фух, я пошла переодеваться. Спасибо. Пожалуйста. Алиса все пишет, что это чудо. Ты знаешь, ты меня сейчас порадовала и даже удивила. У тебя завтраки на пробы. Я думаю, вспомнишь ты, потому что у тебя ногти не спилены или нет. Но ты вспомнила и решила их спилить. Я надеюсь, ты не будешь 12 ночи ногти делать. Нет? Спасибо, ты меня сегодня радуешь. У тебя уроков еще много? Нет, последний мил. Хорошо. Я надеюсь, мы сегодня не как Золушка, а до 12 спать ляжем. Да. Это меня тоже радует. День был классный, очень смешной, интересный, насыщенный. Я надеюсь, Алиса сейчас спилит ногти, пойдет доделать свое мио, и мы будем ложиться спать. Так что всех любим, целуем, всем, и все, пока. А завтра тебя ждут кинопробы, поэтому надо написать записку в школу, что бы тебя отпустили с танцев. Да. Пойду скажу об этом папе. Да, все. Все вопросы, которые были по поводу кино, это будет, я вам обещала, будет продолжение. Я надеюсь, нам разрешат снимать на кинопробах. И тогда уже расскажем, что за фильм будет, что за режиссер, ну и тому подобное. Всем изи пока, встретимся завтра. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова